Рецепт приготовлен для сайта АМКОК Зефир на желатине Это вкусное лакомство, которое можно приготовить на своей кухне Для приготовления понадобится сахар, яблоки, вода, яйцо и желатин Желатин залить горячей водой и оставить набухать С вымытых яблок вынуть сердцевину и разрезать на 4 части Выложить на пергамент и запечь в духовке 15 минут при температуре 180 градусов Затем аккуратно снять кожицу и перетереть всю массу через мелкое сито Выход готового пюре должен составлять 200 грамм Готовому и остывшему пюре всыпать сахар И с помощью миксера перетереть его до полного растворения сахара Затем, не останавливая работу миксера, ввести половинку куриного белка Масса начнет загустевать и белеть Не останавливаться Через 5-7 минут влить вторую половинку белка Продолжить взбивать до густой, пышной и белой массы По желанию, чтобы получить нежно-розовый красивый зефир Добавить 1-2 капли красителя Но это делать не обязательно Можно сделать его стандартно белым Набухший желатин размешать Убедиться в том, что он полностью растворился Если нет, поставить на слабый огонь И прогреть, не доводить до кипения Не останавливая миксер, тонкой струйкой влить желатиновый сироп Продолжить взбивание до полного остывания Это займет 2-3 минуты Для отсадки зефиринок Используйте большой кондитерский мешок А то и два Так как в момент соединения яблочно-сахарной массы желатином Масса очень быстро начинает схватываться Поэтому на этом этапе нужна скорость Или помощники, чтобы работать в 4 руки Подготовленной массой для зефира Наполнить кондитерский мешок или шприц И начать отсаживать зефир на пергамент Когда весь зефир будет готов Его необходимо оставить минимум на 24 часа Чтобы он подсох По истечению этого времени обсыпать зефир сахарной пудрой Снять его с пергаментной бумаги по 2 штучки И склеить между собой Нежный, воздушный, домашний зефир Выложить на десертное блюдо И подать с чаем, молоком или чашечкой кофе Я уверена, что такой легкий, нежный и воздушный зефир Приготовленный на желатине Порадует и маленьких, и взрослых любителей сладкого Приятного аппетита! Готовьте с любовью! Редактор субтитров А.Семкин